Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Меня зовут Сергей Зайсов. Сегодня у меня в гостях автомобиль ВАЗ 2107 и сегодняшнее видео будет посвящено замене дверных уплотнителей на боковых стеклах. Ни для кого не секрет, что в автомобилях ВАЗ дверные уплотнители, те, которые идут с завода, они пластмассовые. При попадании песка под уплотнитель происходит царапание стекла при его подъеме и опускании. Поэтому настоятельно рекомендую штатные уплотнители заменить на другие уплотнители. В продаже есть, продаются комплекты уплотнителей. Вот такие вот комплекты на 4 двери. Они модельные, то есть есть на автомобиле классика 2101, 2113 и автомобили 2105, 2107. Отличаются они только в классическом варианте, там треугольничек был передний. В пятерке и семерке треугольничек этого нет, поэтому уплотнитель немного другой. Вот этот уплотнитель, здесь есть вставка фетровая, поэтому она мягенькая и не царапает стекло. Штатный же уплотнитель, он просто пластмассовый. То есть, со временем он загрубел, он даже полопался от времени и требует сейчас его замена. Поэтому сегодняшнее видео хочу посвятить тому, как поменять уплотнитель на двери. На одной двери покажу. В принципе, процедура идентична на всех дверях. Также рекомендую менять уплотнители внутри автомобиля, если вы тонируете или решили затонировать автомобиль. Иначе будет пленка у вас также поцарапанная тем же песком, пылью и придется впоследствии потом переклеивать стекло. В комплекте здесь находится 8 уплотнителей. То есть, как на наружную часть автомобиля, так и на внутреннюю. На некоторых дверях я уже уплотнители поснимал и снаружи, и снутри. Даже на одной из дверей я уже поставил уплотнитель. Для демонтажа уплотнителя необходимо будут пластиковые лопатки для того, чтобы поддевать уплотнитель. И плоская отверточка, чтобы немножко придать усилий, потому что все-таки лопатка скорее всего слабенькая будет. Можно поломать. Лопатки сейчас у меня две в руках. Заказывал комплектом на сайте Алиэкспресс. Кому будет интересно, ссылку оставлю в описании. Предлагаю приступить к демонтажу уплотнителя с наружной части автомобиля. Штатный уплотнитель держится за кромку двери, в которой есть такое тиснение бугорочек, который выступает на наружу. И когда одевается штатный уплотнитель, он своей кромкой цепляется за этот буртик и вверх не поднимается. То есть, для того, чтобы снять уплотнитель, необходимо внутреннюю часть отвести в сторону и приподнять вверх уплотнитель. Давайте буду пробовать показывать на задней двери. Начинаем с краю. Подсовываю лопатку. Видите, уплотнитель никуда у нас не поднимается, потому что он держится. Сейчас необходимо найти место, где находится вот такое тиснение, которым держится этот уплотнитель. Я вам говорил, что лопатка слабенькая, но чтобы не поцарапать краску автомобиля, то подсовываю лопатку и через лопатку помогаю плоской отверткой поддевать уплотнитель вверх. Вот таким движением. Второй лопаткой также помогаю, продолжаю искать место, где находится этот фиксатор. Перемещаемся. Опять-таки пробую подваживать. Вот что-то где-то отщелкнулось уже. Вот видите, уплотнитель пошел вверх. Продолжаем дальше поиски. Опять-таки помогаю отверточкой. Стараемся делать все аккуратно, чтобы ничего не поцарапать, ничего не повредить. Так, вот уплотнитель немного приподнялся, но еще не выскакивает. До конца вот таким движением нет необходимости это делать. Главное большую часть его приподнять, а потом его можно просто вынять в бок. Вот, приподнялся еще. Еще где-то одну скобку я отцепил. Скажем, вот так. Теперь можно... Откроем дверь, чтобы не мешало. Вот этот уплотнитель тянем на себя. Вот он остался целый, невредимый, не погнутый, не поломанный. Как видим, вот пластиковый уплотнитель. На нем даже какая-то бяка приклеилась, которая ее возила по стеклу. Вот он от времени, видите, поотрескался уже. В обратной последовательности необходимо поставить новый. Вот, скажем, отличаются они есть. Такой вот уплотнитель, где резинка не до конца, фетровая. Этот идет на заднюю дверь. Вот этот вырез под треугольничек. Вот так вот. Вот это на наружную часть и зеркальное отображение на внутреннюю часть. Точно так же передние. Здесь вырез под зеркало небольшой. Вот, скажем, наружная и внутренняя часть. Вот так вот. Два между ними, вот тут стекло будет стоять. Ну, покажу, как теперь его поставить. Здесь есть прорезь. Этой прорезью одеваем на кромку двери. И теперь толкаем в заднюю часть двери весь уплотнитель. Так же прижимаем вниз, чтобы он заходил под резинку. Немного надо придавать усилий, потому что заходит очень тяжело. Вот так. Ну, вроде дошел до конца уже. Теперь придавливаем. Не всегда все получается сразу, потому что автомобиль все-таки отечественный. И здесь вот, ну, если посмотреть на передние двери, то есть вот какие-то, ну, скажем, сварные точечные соединения двух металлов. То есть идет утолщение. И как правило, тут постоянно все криво, и уплотнитель не всегда одевается на эти утолщения. Иногда приходится повозиться даже, вот как сейчас. Я его туда, а он туда не хочет. Вот. Ну, в принципе, вот стоит. Остается только поправить резинку. Но на данной двери, к сожалению, резинка частично оборвана, поэтому это даже немножко упрощает задачу. Ну, должно быть вот так. Все, наружная часть стоит. Для замены внутреннего уплотнителя необходимо открутить саморезик, вот здесь прикручен сверху. В данном автомобиле, вот эта верхняя часть, она приклепана на заклепках, то есть она несъемная. Но для того, чтобы ее немножко отогнуть от стекла, вот этот саморез необходимо выкрутить. Возможно, выкрутить вот этот солдатик, если здесь, конечно, все целое. Но в данном автомобиле оно уже все давно вырезанное и там сквозное отверстие. Для демонтажа оригинального уплотнителя опять-таки использую плоскую отверточку. Начинаю снимать оригинальный уплотнитель вот отсюда с краю. Потом вот специально согнул отвертку ненужную, таким крючком сделал. И между вот этой облицовкой подсовываю эту отвертку под оригинальный уплотнитель и движениями поднимаю его вверх, чтобы отщелкнуть защелки, на которых он держится. По мере отщелкивания передвигаю вот этот крючок дальше и отщелкиваю дальше. Примерно до середины, когда уже отщелкнутый, тогда аналогичным движением высовываю уплотнитель на себя, чтобы он вышел из этого треугольничка и выпал. К сожалению, я уже успел это снять и не до конца поставил новый уплотнитель фетровый. Новый аналогично в обратной последовательности точно так же засовываем туда за треугольничек. Когда он дойдет до конца, тогда начинаем его утапливать и садить на родное место, опять-таки на кромку. Но здесь вот есть такие скобки, на которых держатся всякие клеенки. И за счет вот этих всех утолщений новый уплотнитель туда не сразу налазит. Поэтому нужно придавать кое-какие усилия, чтобы его посадить на место. Вот, в принципе, новый уплотнитель уже стоит. Все, теперь можно все назад собрать, закрутить этот саморезик, накрутить солдатик и все. Для того, чтобы сделать аналогичную процедуру на передних дверях, на мой взгляд, необходимо снять еще зеркало. Штатное зеркало, если у вас стоит, то оно крепится здесь одним саморезиком сверху. Для того, чтобы изликти зеркало, необходимо опустить стекло вниз, вытащить уплотнитель с треугольничка, с пластикового, на котором держится зеркало. После того, как открутили саморезик, это зеркало немного приподнимать вверх и вытягивать. Будет также немного туго выходить, потому что уплотнители тоже придерживают его. Ну и аналогично необходимо также будет поставить уплотнитель наперед. Передняя дверь аналогично задней, единственная только разница в том, что уплотнитель начинаем одевать с передней части двери. И до конца защелкиваем на родные места, родные крепления. Пока устанавливать не буду, потому что мне необходимо еще будет передние стекла перетонировать. То есть они уже поцарапались, как изнутри, так и снаружи. Стекла, к сожалению, не меняют, меняют только тонировку. Так как уплотнитель здесь мягенький, фетровый, то дальнейшее царапание стекла уже не будут возможными. Так, друзья, уплотнители я установил. Теперь хочу вам показать. Тогда не было возможности, потому что стекла необходимо было еще затонировать. Устанавливались точно так же, как и уплотнители на заднем стекле. Только я вам говорил, нужно начинать спереди двери. Вначале я установил наружный уплотнитель, потом стекло опустил и установил зеркало. И после того, как зеркало установилось на свое место, тогда уже всовывал внутренний уплотнитель. Вот такими простыми движениями можно самостоятельно поменять уплотнители на вашем автомобиле. То есть, как видите, много инструмента для этого не нужно. Пару отверток и парочку таких вот пластиковых съемников. Кому было интересно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, а я буду и дальше снимать полезное для вас видео. На сегодня все. Пока. До новых встреч.